так здравствуйте друзья начинается новая серия фильмов на этом раз посвященная всем русским всем русскоязычным всем землякам всем бывшим едино всем бывшим жителям единой страны Советского Союза всем кто уехал всем кто всем-всем-всем всем-то говорит на русском языке вот началось все просто поводом послужила моя зародившаяся дружба с моим земляком с Украины вот будем пред я буду звать его Валерием раз или земляком или тезкой я тоже Валерий вот дальше подрастающий он меня знакомит жительницей Канады звать мы будем Мина вот и дальше просто от него она узнает обо мне вот и решила заказать серию косточек для того чтобы их выращивать выращивать с целью иметь собственные неотравленные фрукты замечательно завязалась переписка проблем было несколько и так как я надеюсь у меня не одна сотня зарубежных моих м дорубежных вот как-то слова вот эти русскоязычные как-то с трудом признается но пусть я их буду всех земляками называть даже если они родились в Канаде или в Израиле но говорят на русском все мы это одной крови ребята поэтому буду всех называть земляками и так было две проблемы было две проблемы это первое как доставить в канаду и уже когда что-то порешено было а есть шанс отправить канаду в мини через москву то есть я отправляю в москву дальше моя головная боль почему сразу скажу были варианты интересные такие вы высылаете я там слетаю через 10 дней в израиль а в израиль якобы посылки доходят даже практически без проверки тогда вы тогда я получу там и увезу канаду ваши косточки сижу я и думаю разговор длинный серьезный даже не на по серию поверьте это не шутки то о чем мы будем говорить уж хотите иметь такие сады как вот тот что на картине цветущие вот вы думаете годы когда наш национальный герой ослябя один из победителей куликовской битвы это сколько лет прошло 700 на где-то так вот я ядохимикаты применял которые сейчас навязали каждому россиянину и вот значит я решил так не буду высылать даже отказался в израиль не верю что там где это каждая посылка должна выворачиваться наизнанку а косточки должны проходить иметь еще сертификаты от санэпидемстанции от этих от саннадзора вот все я это исключил потому что по принципу надо искать варианты нашли через москву вот я только до москвы все нормально и вот какой-то момент откуда вот эта серия сейчас родилась только от одной фразы уже когда казалось бы осталось только список составить я уже и каталог вышел косточек семечек вот и друг получая последняя фраза она звучит так отмены из канады меня пугают тем что плодоносить не будут и их обязательно надо привать ну вы знаете приватят они каждому дано и тут я вспомнил про свою уникальную коллекцию со всей россии мне присылали фотографии вот я решил а я сейчас все это опять пройду когда-то было ну вы знаете что такое ребят что такое ты три с половиной тысячи фотографий три с половиной тысячи моих фильмов брата вместе еще с друзьями смонтировали да вот что это означает сказать это означает что я не могу найти то что вот эти фильмы которые уже снял начинаю по новой но на этот раз для иностранцев что такое и нас для меня иностранцы но теря соотечественники иностранцы так скажем или проще земляки что это означает это означает что там климатические зоны еще шире шире ширше как угодно говорите у нас и так от сахарина до калининграда все вроде бы все климатические зоны как я могу представить вот от сочи и до ханты-мансийска где мои абрикосы плодоносят и и это то и все равно представьте себе где канада представьте себе где израиль по моим понятиям это вообще место обетованное угу 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 я представляю какой там климат то что я вижу мне кажется что в сибири обитога не ну ладно я не буду покушаться на библейские фразы выясняем так наверное подробно рассказал о этих проблемах начну я земляка вот закончу миной а потом теми кто еще вдруг привыкнет к нам смотрите итак я подружился с уникальным садоводом из украины выйдя не не говори ничего лишнего уже было уже моего и адрес давали уже и переписка но уже получили оба я горжусь тем что я выходят с украины я горжусь тем что я люблю украину я горжусь тем что я люблю россию вот меня не разделишь помните как тот а не тот про обезьяна мне что разорваться я красиво я и умный вот но тем не менее видите приходится опять уходим под поле и так он александрович вот и все из украины а он взял и вырастил персики хасанские пройдя через несколько рук мой уникальный персик хасанский сто процентов мой сто процентов хасанский именно он последний год когда было минус 27 в сумской области у него канадские сорта померзли этого он не сообщал вот пропустили урожай еще несколько сортов персиков а свели только хасанский дальше пошло по нарастающей я рассказал эту историю как я продал вместе с мезиновым брянская область 800 хасанский и минусинский персиков выросших из моего саженца сеянца заметь мина вас пугает там это сеянца непривитого вот присылает мне 800 косточек через месяц эти косточек уже нет у меня ни одной а мне только начинает долбить все еще продолжает хотим 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 и вам я не могу ни одной не высылать не могу а дальше вот такая длинная история вот смотрите значит узнав что как цена косточек от меня и из моих фильмов значит мой земляк украинский берет и в январе месяце собирает косточки после того когда на какое-то время растаял снег разбивает их меня научил практически по нему что разбивает я показывал прекрасные его эти самые сходы косточек после разбивки кстати лежали до нового года никому не нужно теперь это будут саженцы теперь мы договорились так и я его фактически надоумил будем так говорить большой абрикосовый сад только хасанский только минусинский нет желательно не только у него коллекция шире но по крайней мере эти должны пойти в руси обратно как 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 не всегда будет так страшно творить такие дела как творятся в эти дни целый год уже вот и тогда знаю что у них высочайшая морозостойкость у хасанских минусинских которые пошли из моих рук он их называет персики железово это место это мне так сказать надо его поблагодарить и они пойдут по всей руси вот это разгорсив а далее благодаря ему уже не только органина в канаде потом их оказалось четверо друзей потом оказывается есть целые там группы которые тоже теперь знаете и узнает обо мне вот и остается решить один деликатный вопрос я бы сказал моральный вопрос имею ли я право морально высылать за границу да еще среди моих сортов сортообразцов нет больных деревьев нет больных плодов с которые были взяты плоды косточки семечки вот семена общее слово семена которые были бы больны и перейти через границу перевезли бы болезни сибирь все исключило все не морозостойкая даже моем саду все было уничтожено морозами предпоследняя сорок раз и зима последняя зима урожаи такие были вот сейчас показывали по телезору это самый председатель как директора книги геннесса россии ну и там примеры приводили как они полно выражение плавали зимой бассейне все все это рекорды рекорды вот а мой рекорд не зафиксирован а моем саду урожаи были от десяти до сорока бедер с дерева только абрикосов а все же если пусть нет не было книги рекордов пусть не приехала комиссия но все это есть фильмах и все это есть на фотографиях так то есть сомнений нет сомнений 0 ни один не скажет что я привлечу и это все сейчас в таком количестве собрано и хранится а россиянам не надо не потому что им не надо а не все богатые многие испытав попробовал пять десять раз потратил десять двадцать сто тысяч рублей писем там немного сказали больше связаться не будем и пустеют дачи заброшенные дачи добавьте сюда воровство картошку эту воруют и вот получается следующее этот вариант россиян все меньше так значит в школах никогда не будет при усадебных этих пришкольных участков если учителя и посадят с учениками все это пропадет потому что никто не научил учителей биологов биологов учителей никто не научил врачи цены одна теория 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 это самая черви делятся на продольно полосатые поперечка полосатая а толку от этих знаний и таких знаний тысячи непереводимых извините я начинаю издаря разбрасываюсь не могу иначе я гражданин россии не могу иначе и все это бессмысленно и ненужное тысячи термином непереводимых запомнить невозможно зубрить не прости от это ненавидеть эту биологию вот все что мы имеем вот вам причина еще одна вот и еще одна звериная технология любой кто мои косточки купит посадит и вырастет и уничтожит их с помощью звериной технологии которая убита почти всем буквально всем и вот после этого я говорю я имею морально чтобы не выбрасывать потом семена я имею моральное право продавать нашим бывшим соотечественникам вот и скажите что я не прав и и скажите что я не патриот россии все высказался теперь ближе к делу значит спасибо в этот земляк за то что организовал связь с этим с канадой и и теперь мы я благодаря этому могу создать серию фильмов почему цепляюсь за те же слова наши дамы следующие слова у меня пугают это вот буквально здесь в этом самом ватсапе меня пугает что они будут плодоносить б привать надо еще и мы сейчас будем кто выберет фильм берите ручки запоминайте записывайте знаете оказывается никто не видели даже мой мой каталог посмотрю в 10-20 50 фильм ну чё они по 10-20 30 минут этих самых кто-то видел все 200 вебинаров то 20 вебинаров они просто пишут ага королевский ага фаина а с фаиной получили прекрасное и с косточек опять же получили прекрасные плоды и без прививки и пишет фаина рыжий а почему пишет рыжий а потому что мама мой друг чернобаев вырастил а этот самый он у меня был номерной там 38 49 10 называлась сверх крупноплодный это говорил о том что мне кто-то прислал фактически свистнула в научном саду я сам по ночью садам не фиарис но кто-то прислал а название-то научное 38 38 49 я уже забыл даже 10 скобка крупноплодный а он дал ему веточку вырастил и говорит вкуснее не ел а он-то специалист по абрикосам мало того что он салматы хаван и тут успел дачный сад вырастил абрикосовый потом вырастил дальше абрикосовый сад у зятя теперь у себя и говорит слазь и не ел и сказал рыжий и прицепилось это название и поверьте пройдет еще несколько лет и на фальшивых сайтах я вам покажу их этот рыжий будет как самостоятельный сорт то есть фотографии будут мои значит название сорта будет называться он будет рыжий вот ну а саженцы будут те же фальшивые вы представляете что санцы санцами а как шли к нам миллионы саженцев обреченные на смерть так и идут ну что выговорился я сейчас мы начнем но я беру немножко шире бумагу и ручку держите перед собой так что вы видите это и учеба тоже вы видите фотографии фотографии то есть эту фотографию с картины вот павел рожанка я делал я не знаю когда 19 век 20 век вот конечно он пошел в сад конечно он нашего национального героя сляпи который погиб за родину он представил к садоводам и мне надо кажется что это не случайно что где-то кто-то я сам мне кто-то ночью нашептывает в уши вещи которые я потом вам передаю я не считаю себя гением хоть уже многие меня глаза называют а я считаю себя передатчиком мысли оттуда умных мыслей вот и кто-то сказал павел рожанка изобрази осляпи в саду и он пошел допустим до 19 век он пошел первым попался сад побеленный старый старый сад уже весь в этих самых в ранах видимо отсохшие ветки были вот он сжигает отсохшие ветки вот он делает эту обработку с помощью гашоной извести тогда еще дури не было а дурь это значит что еще это учеба дурь это то что называется сейчас уже не по белка а по краска и называет красками добавляя туда все что угодно главное чтобы она нет ли не это потом все что он побили пройдут дожди и ствол освободится от этой белой и гашоной извести а там уже нет там навсегда и гордятся этим то есть тут хотя бы дерево от чего-то спасает от чего-то спасает ну в данном случае от солнечных ожогов так считается так именно от солнечных ожогов вроде бы спасает а на самом-то деле она долго не держится и вот придумали что давайте вот вам она видите это теперь краска побелка краска побелка то есть теперь уже покраска и вы на марте она никогда не смоется это значит что дерево обречено вот так вот это один момент по пути значит нам предлагают сжигать но не могу я вы представляете еще ни слова не продюсорте сказал а уже первая серия кончается длинный же нельзя отключитесь выйдет костер и опять каждый второй отрезали сожгли отрезали нельзя сейчас жечь вот как горела сибирь задыхались от дыма эти тысячи людей осматики умирали прям в смысле кто это эти проводил какое-нибудь исследование кто знает эту статистику когда горела сибирская тайга начиная горела в якутии и до урала все было в дыму запомните никаких сжиганий добывается сухие ветки до чем бы семью чё хотите делайте но вот так вот просто в саду сжигать нельзя подошли в саду сухая трава но извините что это я завел что и так идем дальше вот это давайте почитаем давайте все-таки лишний раз помолимся за наших предков которые подарили нам жизнь но не могу это пропустить тихое утро пронизанное лучами теплого солнца цветущие яблони за спиной монаха виднеется оли но главное в этом маленькой картине то что монаха зовут ослябе и готовится этот монах не берите стволы а отдать жизнь за христа и за всех любимых им людей русских в том числе и за нас с вами вот облокотился он тяжелой своей рукой дерево и задурался вся жизнь прошла перед мысленным золомером он ослябе готов он воин христов все же побери свои яблони а потом взял меч устремиться в самый ад куликовской битвы чтобы бить врагов божьих и укладывать их трупы с снопами а потом самому быть изрубленным со своим великим собратом пересветом вот так и не чувствуя сейчас я посвятил этот фильм нашим бывшим соотечественникам хотя слово бывшее я произношу с трудом вот что еще сказать давайте наверное на этом закончим первую серию вот еще раз говорю меня поругивает ворсят длинные фильмы и мы теперь будем мы теперь будем создавать короткие фильмы вот это назовем 7 за номером 1 а вот это будет 7 серия за номером 2 и отсюда откроется удивительная со второй серии уже точно теперь картина не только моего сада но и садов моих друзей моих не все ученики мои вот как чернобаев он не мой ученик самостоятельная личность но весь его сад 90 процентов это мои сорта сорта образцы а значит и что интересно между нами 10 километров климат разный вот поняли да об этом тоже будем говорить так прошу вас спросить меня за то что я прервался на самом интересном месте я вас заманиваю друзья удивительный мир которого не может быть а он уже создан мной и сотнями моих учеников все до свидания я не говорю покупайте мои косточки любой дураки сам сообразить вот правильно же все отключаюсь все